Приветствую, друзья! Начало этого года ознаменовано не только кризисом или пандемией. Природа фактически сходит с ума. Аномальный град, ураганы, ливни, засуха. И это происходит прямо сейчас на нашей планете. Может быть, климатический сдвиг уже начался? Об этом в видео. Итак, признаки экологического коллапса видны повсюду. Стремительно сокращается численность насекомых, за ними быстро вымирают птицы. Северная Америка, например, потеряла уже треть их популяции. Падает урожайность традиционных культур и рыбного промысла. Волны небывалой жары проникают всё дальше на север Европы, а небывалые пожары уничтожают леса в Сибири, Бразилии и Австралии. Выходит всё больше исследований, которые прогнозируют, что климатический ад ждёт нас не к концу века, а уже к 2030 году. Но политики пока продолжают терять время. 2019 год стал очередным потерянным годом в предотвращении климатической катастрофы. Особенно жарким выдался июль, когда средняя температура планеты на 0,95 градуса выше, чем средняя температура за весь 20 век. Это рекорд, который оставался непобитым с 2016 года. Учёные уже давно фиксируют последствия климатических изменений по всей Земле. Однако в минувшем году они стали очевидными даже для простых людей. Например, Европу и Северную Америку летом накрыли волны тропической жары, а в Австралию пришли рекордная засуха и катастрофические пожары. Очень тёплым выдался год и для Арктики, которая первой испытывает последствия климатических изменений. Например, площадь морского льда снизилась до рекордных минимумов. А в Исландии был торжественно похоронен первый в стране ледник, исчезнувший из-за роста температур. При этом исследования климатологов демонстрируют, что дальше будет только хуже. Уже через 10 лет, к 2030 году, нас ждёт настоящий климатический ад. Температура может подняться на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальными уровнями, что делает экстремальную погоду новой нормой. К концу века, если человечество не сократит выбросы парниковых газов, темп глобального потепления преодолеет отметку в 4 градуса по отношению к доиндустриальной эпохе. Впрочем, это ещё оптимистичная оценка. Новые модели предсказывают рост температур на катастрофические 5 или 7 градусов. Сильнее всего потепление скажется на полярных регионах. Уже сейчас ледники Гренландии и Западной Антарктиды тают в несколько раз быстрее. Начал разрушаться и восточно-антарктический ледовый щит, который казался неуязвимым к изменениям климата. Таяние полярных льдов означает ускоренное повышение уровня моря и затопление побережий и небольших островов. Эксперту ООН предупреждают, что к концу века океаны поднимутся на полтора метра. Кроме того, усилится частота и скорость штормов и ураганов. В результате некоторые города и страны прекратят своё существование, а около 600 миллионов человек придётся переселять. Нетрудно представить, что это приведёт к масштабному миграционному кризису. В более отдалённой перспективе таяние льдов Антарктиды и Гренландии приведёт к росту уровня моря минимум на 20 метров. Наступающие океаны – далеко не единственная проблема, связанная с климатическим кризисом. Засухи и волны жары могут сделать традиционное сельское хозяйство невозможным, что чревато массовым голодом. Уже сейчас урожаи основных культур в Европе, Австралии и Южной Африке снизились из-за изменений климата. Учёные предупреждают – времени предотвратить климатическую катастрофу почти не остаётся, возможно, его даже меньше, чем нам кажется. Дело в том, что в системе мирового климата есть точки невозврата или точки бифрукации, после пересечения которых процесс потепления уже необратим. Многие из них человечество уже прошло. Здоровые экосистемы, например, тропические леса, могли бы сдержать худшие последствия потепления, однако большинство из них сильно нарушены человеком. В результате они сами становятся жертвой климатических изменений. Друзья, а что вы думаете по поводу ситуации с климатом на нашей планете? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. А также ставьте пальцы вверх, если считаете, что действительно пора бить тревогу. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока!